В Огличе сегодня устроили облаву на водителей нелегалов и пассажиров без гражданства. За час работы остановили более 20 транспортных средств. Проверили в общей сложности четыре десятка человек, водителей и пассажиров. Смотрели документы на авто, гражданство, паспорта. С места событий наша съемочная группа. Место для рейда было выбрано не случайно. Ростовское шоссе рядом с автовокзалом. Дорога тут оживленная, поэтому автоинспекторы проводят подобные акции на постоянной основе. Только профилактика способна принести результат. Здравствуйте. Проверили пассажиров? Добрый день. Рад, а у меня тут всех есть? Искали мигрантов, водителей и пассажиров общественного транспорта без регистрации. Цель – пресечь правонарушения до наступления серьезных последствий. Происходит выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также документирование действий лиц и участников организованных преступных групп, преступных сообществ, созданных с целью организации каналов незаконной миграции, незаконного оборота оружия, наркотиков, боеприпасов, взрывчатых веществ. Для водителей тоже существуют специальные правила. Иностранные граждане для обмена национальных удостоверений на российские должны самостоятельно изучить правила дорожного движения и сдать экзамен. А также продемонстрировать навыки вождения на площадке и на дороге общего пользования. Если иностранец ранее не водил автомобиль и решил получать российские права впервые, не имея опыта вождения, ему придется заниматься оформлением водительского удостоверения с нуля, на общих основаниях и по тем же правилам. За час работы сегодня инспекторы остановили более 20 транспортных средств. Проверили в общей сложности четыре десятка человек – водителей и пассажиров. Сегодня в ходе рейда нелегальных мигрантов не выявлено. Все проверенные иностранцы находятся на территории России без нарушения миграционного законодательства. Конечный итог операции будет подведен по завершении всех этапов. А пока мероприятия по противодействию незаконной миграции на обслуживаемой территории силами госавтоинспекции совместно с сотрудниками отдела по вопросу миграции будут продолжены. За 9 месяцев года по Углическому району правоохранителями было выявлено в общей сложности 34 нарушения миграционного законодательства. Игорь Шевченко, Игорь Мосин, Главные телевизионные новости.